Все мы знаем о возможно уже прошедшем ажиотаже по королевским битвам. Игровая индустрия последних лет, особенно в жанре шутеров, держала свой курс так называемого успеха, именно добавляя в свои проекты батл рояля, либо делала игры, основанные на данном режиме. Если взглянуть на всю ту массу игр в этом жанре, я более чем уверен, что вы вряд ли и десяток проектов сходу сможете назвать. А я уже молчу о всей той массе проектов, которые так и остались никем не замечены. Думаю, вы и без меня знаете, что немало игр пострадало именно из-за тренда королевской битвы. Многие в попытке оседлать волну популярности просто даже не смогли приблизиться к ней. Вспомнить тот же Battlefield 5. Сам анонс режима был настолько неуверенным, что буквально складывалось впечатление, мол, оу, так они еще и не начали его делать и он будет после релиза? А стоит ли в целом его ждать и хорошая ли эта идея? Если у вас будет желание, можете поделиться батл реалем, который лично вам по душе, в котором вы, допустим, провели больше всего времени и так далее. Жду вас в комментариях под этим видео. Apex Legends. По моей статистике PlayStation за 2019 год данная игра у меня на третьем месте по количеству времени, которое я провел в играх, учитывая факт того, что второй сезон я полностью пропустил. Что я могу сказать про Apex? На самом деле много всего. Во-первых, Вин Зампелло. Я обожаю то, что делает этот мужик. CoolWD 2, Modern Warfare, Titanfall и другие проекты. Во-вторых, многие мои зрители и так думаю знают, насколько сильно я люблю вселенную Titanfall. И догадаться о том, понравился ли мне Apex, думаю безумно легко. Я до сих пор считаю, что геймплей на данная игра является лучшим представителем батл реалей на данный момент. Я понимаю, что игр в этом жанре много, и все они по-своему хороши, и каждый найдет для себя то, во что ему понравится поиграть. Но так как я безумно сильно люблю Titanfall 2, для меня перенесенное ядро геймплея в Apex, хоть и упрощенное, но все еще являющиеся основой игры, было огромным плюсом. Да, она не такая быстрая, не такая динамичная как Titanfall, но эта игра и не должна быть копией вторых титанов. Свои задачи в поставленных рамках она полностью выполняет. Давайте немного отмотаем время. За 9 месяцев до того, как в свет вышла игра, была слита полная карта Canyon Kings, которая стала первой картой на релизе Apex Legends. И буду честен, я, как и многие, пропустил мимо ушей новость о возможной королевской битве в следующей части Titanfall, с вопросом, а нужен ли там батл рояль в целом? После чего об этой новости все забыли, посчитав ее полным абсурдом. И вот ближе к февралью 2019 года многим известные стримеры, такие как Shrout или Dr. Disrespect, например, начинают играть в Titanfall 2 во время прямых трансляций, ссылаясь на то, что Respawn Entertainment готовит что-то интересное. Лично я не мог пройти мимо всего этого и просто начал ждать информацию о новом проекте, при этом напрочь забыв о тех самых новостях, связанных с королевской битвой во вселенной Titanfall. Конечно, под завязку, будучи наивным, я мечтал о третьей части Титанов, но все же мои мечты так ими останутся. Apex Legends хоть и является расширением для вселенной, но не может являться полноценной заменой сюжета. Да, с каждым сезоном мы получаем новых легенд, которые каким-либо способом затрагивают нами знакомые сюжетные ответвления, оружие, корпорации и так далее. Ровно год назад, за первые 24 часа после релиза игры, общее число сыгравших игроков составило 2,5 миллиона. За последующие 72 часа — 10 миллионов. Спустя еще 4 дня — 25. И ровно спустя месяц после выхода — 50 миллионов игроков. На то время многие издания высказывались насчет игры очень лестно, говоря о том, что Зампелл сделал самый удобный батл рояль в игровой индустрии. В Apex не мешает ни интерфейс, ни затяжные приземления. Все просто — высаживайся, стреляй, выигрывай. И даже если ты умер, тебя могут возродить союзники. Насчет того же возрождения — Respawn Entertainment сделали максимально лояльную систему возрождения для игроков. Да, если вас отправили в нокаут — это всегда неприятно. Но если вы играете с квадом или ваши тиммейты смогли бы забрать ваш баннер, то есть второй шанс взять игру. И это не может не радовать. В то время я играл параллельно в две королевские битвы — это Blackout 4 Black Ops и Apex. И вы себе представить можете, насколько скучно было играть в Blackout после Apex. Я бы даже сказал невыносимо скучно и медленно. Опять же таки, в начале видео я сказал, что каждый из представителей данного жанра имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу сказать о том, что Apex полностью превосходит всех в этом жанре. Это не так. Игра сталкивает на одной карте до 60 игроков, действующих группами по 3 человека. Всего до 20 отрядов. В отличие от других королевских битв, где все игроки в начале сражения управляют одинаковыми персонажами, Apex перед началом каждого матча предлагает выбрать одного из героев со своими уникальными способностями, что придает вертикальности геймплею. Многие, как и я на то время, считали, что персонажи со своими уникальными способностями — это плохая идея, ибо баланс может быть сломан, что нам на протяжении всей жизни игры демонстрирует тот же Гиби, например. Но с другой же стороны — это отличная идея, которая как минимум реализована довольно-таки неплохо. В ней есть свои минусы, конечно же, но в целом реализация очень даже ничего. Наверное, все же было бы уместнее сейчас поговорить не про саму игру и что она из себя представляет, ибо что-то похожее на мнение у меня уже есть на канале, а именно про как орех менялся на протяжении года и в каких местах игра показывала себя хорошо, а в каких плохо. Давайте, пожалуй, начнем с первого сезона и что он из себя представлял. Сразу хочу сказать, что лично для меня он был совсем ни о чем. Довольно-таки простой батл пасс, неплохой персонаж и одно оружие. Никаких нововведений до второго сезона и банальные ожидания. Из-за этого игра хуже не стала. Нет, ни в коем случае. Но на то время многим игрокам первый сезон не понравился, и многие скипнули данную игру. К тому же масло в огонь подлило заявление от респаунов о том, что они не хотят переработок в студии, как это было в свое время с фортнайтом. С одной стороны, разработчики тоже люди, и их можно понять. Рабочая сила — это не то, что может генерировать контент постоянно и часто, и тем более уж качественно. Но есть и другая сторона, при которой ваша игра — одна из самых популярных на то время. И вы видите реакцию аудитории, которая явно недовольна тем, что было с первым сезоном. Я сейчас не пытаюсь обвинить Респаун Энтертеймент якобы в том, что они мало старались. Нет, это не так. Просто я рассматриваю определенные ситуации под разным углом. Не больше, не меньше. Ранее видео я сказал о том, что полностью пропустил второй сезон. И это правда. На тот момент, наиграв в Apex довольно большое количество часов, я немного триггерился на игру из-за банальных мелочей. В тот же период жизни я относился ко многим вещам неспокойно, и игры это тоже не обошло стороной. Поэтому в этом нет вины разработчиков. Я перечитал множество пасов на реддите, пересмотрел немало видео с отзывами о втором сезоне, и могу сказать лишь то, что для комьюнити игры новый сезон был действительно свежим глотком воздуха. Полностью переделанная карта, новый персонаж, рейтинговые игры и внятный батл пасс. И с запуска второго сезона можно было определить вектор развития игры на ближайшее время, что со временем мы увидим в третьем сезоне. И кстати о третьем сезоне. Сейчас мне есть что о нем сказать. Не может не радовать обновление в вооружении, которое безусловно оказало влияние на игру. Новая карта, она действительно классная. Большая, в ней исправлено большинство ошибок, которые ранее были присущи игре. Цветовая палитра насыщена, полная контрастов, и периодически даже чересчур. Мне нравятся локации третьего сезона, на многих из них регулярно происходят плотные вертикальные сражения, обширное количество мест для дальних перестрелок, для перестрелок на ближних дистанциях и так далее. Наверное, я не хочу сравнивать карту третьего сезона и Каньон Кингс, ибо они разные и кому что по душе. Если говорить о субъективных предпочтениях, то релизная карта мне ближе всего. Скорее всего просто из-за того, что на релизе я играл в Апкс очень много, и мне она стала как родная, со всеми ее проблемами и недостатками. Также могу выделить то, что с приходом третьего сезона игра стала плохо работать на PS4. Я не знаю, было ли это еще со второго, но так как я второй пропустил, я и не могу сказать точно. У меня не PS4 Pro и возможно данные проседы FPS являются нормой, но сейчас я вспоминаю релиз и буквально весь первый сезон, и хочется кричать и плакать одновременно. Боже, верните мне старую оптимизацию, пожалуйста. Проблемы, которые я выделил, лежат не только в оптимизации, но и со звуком и другими важными аспектами. Шаги слышно довольно таки плохо, и это очень напрягает. Были бы проблемы с какими-то определенными локациями, еще можно было бы закрыть глаза, но нет. Проблемы как внутри зданий, так и снаружи. Иногда шагов в целом не слышно, иногда складывается впечатление, будто враг находится от тебя в метрах двадцати, а на деле он в двух шагах от тебя, и это очень сильно сбивает с толку во время игры. Netcode все еще сомнительный, и он таким был с момента релиза. Взрывы сквозь щиты, двери, стены все еще остаются проблемой. Также есть вопрос к балансу как и оружия, так и персонажей. И знаете, я не могу сказать, что у Apex Legends выдался плохой год. Он был действительно красочным, хоть иногда и отдавал серыми тонами. К сожалению, у игры так и не появился соло-режим, который был один раз в ивенте, что до сих пор периодически отталкивает меня играть в нее, как бы сильно она мне не нравилась. Мне зашли ивенты, которые сопровождали игру целый год, и в целом мне нравится, что команда разработчиков делает с лором и обновлениями для игр. Могу ли я назвать себя core аудиторией данной игры? Скорее всего да, и нет одновременно. Во-первых, потому что я пропустил действительно весь второй сезон. Заглядывал на пару ивентов, но сказать, что я играл прям вот целый весь второй сезон, нет, этого не было. Я играл довольно-таки мало на протяжении лета и в начале осени, поэтому сказать, что происходило с этой игрой в то время я не могу. Только опираясь на определенные отзывы, комментарии и так далее. Сказать, что я буду продолжать играть в эту игру? Буду, потому что четвертый сезон выглядит как минимум интересно. Посмотрим, что будет с картой, возможно ее уже показали, возможно мы ее уже увидели, я еще не знаю. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, четвертый сезон уже вышел, но так как сегодня игре исполняется год, мы о ней сегодня и поговорили. Когда я писал данный текст для видео, я мониторил Reddit, Twitter и отзывы игроков. И на самом деле, многие сталкиваются с проблемой с BMM и так далее. На самом деле, проблема с BMM, она возможно даже присуща этой игре. Буквально перед тем, как сесть записывать видео, я сыграл пару каток на ПК. На ПК я играл в Apex только с момента релиза, когда игра только вышла в свет. Я сыграл несколько каток, даже пару взял топ-1, что довольно-таки интересно и не присуще мне, потому что на ПК я играю очень редко. И когда я играю на PS4, контингент игроков, которые мне попадаются, совершенно иной. Там у меня высокий уровень, возможно даже КД повыше, я не знаю, с чем это связано, и игроки мне попадаются действительно довольно-таки потные. Играя на ПК, у меня 13 уровень, и игроки попадаются довольно-таки лайтовые, хотя КД у меня на ПК тоже вроде неплохой. Там около 1,7 вроде. Я не знаю, с чем это связано, возможно это действительно работает и с BMM, и люди не просто так жалуются на него. Потому что, когда я читал отзывы на Reddit или в Твиттере, многие пишут, что это пришло с третьим сезоном. Я не знаю, насколько это правда или нет, возможно нужно было бы почитать какие-то официальные комментарии от Respawn Entertainment, но, да, Киряш немножко дурачок, поэтому держимся в норме, как обычно, да? И в конце видео я хотел бы сказать, что благодаря вам у меня есть возможность заниматься любимым делом. Спасибо, что вы есть. Субтитры создавал DimaTorzok